Курс на цифровизацию берут все вузы страны. Так известная фраза студента «Я забыл дома зачетку» в ближайшем будущем больше не прокатит. Пилотный проект о переводе зачетных книжек и студбилетов в электронный вариант стартовал сегодня. Такая практика появилась во многих вузах несколько лет назад. Однако теперь возможности ее применения расширяются. Основным новшеством, основной новеллой является то, что появляется возможность в электронном виде загрузить документы на портал государственных услуг. И у студента появляется возможность ими пользоваться в самых разных вариантах. Начиная с того, чтобы проходить на территорию образовательной организации, предъявляя QR-код или электронную версию документа, заканчивая тем, чтобы покупать, например, льготные проездные билеты. Еще студенты смогут получить скидку на билеты в театры, музеи, кино или концертные залы. Однако коснется это только тех площадок, которые примут участие в эксперименте. Кстати, само участие в проекте тоже добровольное. Студент-ординатор или аспирант сам должен решить, хочет он пользоваться электронными документами или нет. Я считаю, что введение электронных студенческих билетов и зачетных книжек это очень удобно, потому что это дает больше возможности для студента, грубо говоря, использовать свои возможности. Если честно, у меня такое разное понятие к зачетке бумажной и электронной, потому что, смотрите, все зачетки хранятся в деканате. И, по-моему, я ни разу не кричала даже за халяву приди. А очень хотелось, правда, что-то такое поспать, зачетку положить под подушку, поспать перед экзаменом. Поэтому, в принципе, скучать не почему. Я однажды потеряла студенческий билет, вообще не могла его нигде найти. Общарила просто весь дом. Я просмотрела все варианты ее восстановления и оказалось, что это нужно делать через полицию. Нужно идти писать заявление о потере студенческого билета и потом остальные шаги проделывать уже в деканате. То есть это очень трудоемкий процесс. Электронные документы не будут заменой бумажным. Можно использовать и те, и другие. Сейчас педагогические находятся на начальной стадии внедрения проекта. Накопление информации, учета и анализа опыта коллег. Руководство ВУЗа планирует постепенный переход, так как нужно учесть риски. Нужно сделать так, чтобы эта идея не была навязана сверху, а органично возникла внутри ВУЗа. Ну и мы прекрасно понимаем, в том числе то, что связано с электронным документооборотом, это риски, в том числе сохранение информации, персональных данных и всего, что с этим связано. Второе, это, конечно, дублирование, потому что мы прекрасно понимаем, что на первых порах, на каком-то таком переходном этапе, сохраняется необходимость дублирования документов и в бумажном, и в электронном варианте. ВУЗам придется обновить программное обеспечение, подготовить кадры и позаботиться о безопасности данных. Финал пилота по цифровизации документов – конец 2025 года. Юлия Щепина, Андрей Печоркин. День с толком.